Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот такое вот свободное общение. Тем более сегодня, в праздник Великой Победы. Я их называю обращение к зрителям и подписчикам. Невозможно молчать. Вы знаете, смотришь кадры сейчас того, как происходило празднование сегодня в разных уголках мира. Бессмертный полк был проведен во многих городах, во многих странах. Посла не пустили российского в Польшу. Вы можете, по-моему, в Польшу, поправьте меня, если я ошибаюсь, возложить цветы к памятнику советским солдатам. Такой, по-моему, памятник. Ну, связанный со Второй мировой войной. С Великой Отечественной. Великой Отечественной Второй мировой. Значит, посла не пустили. В прошлом году его краской облили. Жители эстонской Нарвы подошли. Там речка разделяет Россию и Эстонию. И вот им поставили большой экран, а они через речку пришли смотреть праздник. Пришли смотреть на экране, потому что у них нельзя. За Георгиевскую ленточку штрафуют. Значит, в Эстонии опять-таки мужчину скрутили пять человек. Он говорит, ну, расстреляй меня. Ну, что ты, ну, расстреляй меня. Они его скрутили в пятером. Значит, полицейские нельзя. Где-то еще Георгиевскую ленточку тоже начинают. Там нельзя. Вы знаете, друзья, много таких моментов. Много действительно. И вот ты смотришь на это на все. В сопредельном государстве 9 мая, теперь день Европы. Вы знаете, вот смотришь на это, и ты понимаешь, все правильно. Все правильно. Вот они этими действиями, понимаете, настолько нужно не понимать, что этими действиями они обнажают, скажем так, себя. Вот они говорят там, Россия. Они же обнажают. Вы посмотрите, что происходит. Ведь вот это все происходит совершенно не потому, что они это делают из-за начавшейся операции. Абсолютно. Это все происходит, потому что они дорвались, наконец, до возможности это делать. И причиной тому они называют начавшуюся операцию. Но разве начавшаяся операция причина, чтобы забыть, что вас освободили, значит, советские солдаты? Или это причина, чтобы сносить им памятники, где есть места захоронений? Или это причина, когда в Молдавии 90% населения хочется отпраздновать, как и в сопредельном государстве, праздник 9 мая? И им не дают. Не дают. Нет. Это политика, которая годами, десятилетиями, чтобы выжечь, понимаете, все, историю, память из умов людей, их раздражает одно. Их раздражает больше всего, что, естественно, так как Россия правоприемниц Советского Союза, ну, естественно, в этой войне безумной, кровопролитной, все, так сказать, лежали бок о бок, и казах, и кыргыз, и узбек, и русский, и чеченец, и все-все народы, все. И у нас многонациональная, многоконфессиональная страна, но тем не менее, их раздражает данный момент времени больше Россия всего. Что, понимаете, потому что они будут дискретировать все, они будут дискретировать, измываться над парадом, отменять парады, запрещать георгиевские ленты, запрещать любые символы, называть День Победы Днем Европы, я не знаю, там, чем угодно. Запрещать людям, которые хотят выйти, положить цветы, положить цветы, нет, нельзя вспоминать этих людей. Это вообще, это что такое происходит? Но это же происходит не потому, что эти маленькие страны, с моей точки зрения, да, решили, что вот мы так будем делать. Это происходит потому, что одна страна, понимаете, под названием Соединенные Штаты Америки, которая открывала, да, они открывали Второй фронт, но, естественно, особый вклад, самый главный вклад, это советские солдаты, Советский Союз. И, понимаете, их раздражает, и уже Назаров отрабатывает, говоря о том, что празднуем победу, потому что нет других побед, и нужно встать на колени, Назаров, встань на колени, разбей себе лоб, как ты призываешь в своих стихотворениях, потому что победа у нас есть, хотя бы такая, что тебя нет в нашей стране. Ты во Франции квартирку сделал себе, отдыхай в этой квартирке, если ты говоришь, что особая почесть икра. Ну, вот ты же не просто так там квартирку во Франции сделал, а не в России. Вот ты отдыхай там в своей квартире. Вот возмущение, понимаете, возмущение до глубины души, до глубины души. Возмущение тем, что те люди, которые тогда жертвовали своей жизнью, жизнью, друзья, для того, чтобы освободить эту землю, сегодня, говорят, вас не было. Люди приходят, у них прадед, дед там погиб, им говорят, нельзя возлагать цветы. Забудьте своих. Они говорят фактически, отрекитесь от них. Их не было, забудьте их. Почему? Потому что сейчас удобно, чтобы Россия была никчемной, ничтожной никакой страной. В их понимании. Нужно это сделать для того, чтобы новые поколения росли, не помня об этом. Для этого нужно сделать так, что, значит, там же уже учат, что в той войне победили американцы, там союзные войска, вот туда-сюда. А современная Россия, это вот так. Так вот, когда это смотришь, ты понимаешь, что если бы эта операция, которая была начата, не началась, то она бы началась с той стороны в отношении Российской Федерации. И началась она уже давно. Началась она уже давно в умах тех людей, которые там живут. Им начали промывать мозги. И, конечно, с таким отношением, как сейчас, естественно, в определенный момент времени, люди бы просто, естественно, это было бы столкновение, но только с той стороны. Понимаете, в чем дело? То, что они делают с людьми, с мозгами людей, сегодня, в День Победы, запрещая возлагать цветы, запрещая людям праздновать, когда они хотят этого, обнажает то, что они попросту стирают память. Это их главная цель. Стереть память, стереть все о России абсолютно. Но это их главный момент в этом. Это страх. Потому что пытаются стереть и пытаются дискредитировать только тогда, когда боятся по-настоящему. Понимаете? Того, кого не боятся, дискредитировать не пытаются. Им плевать. Вот если боятся, пытаются дискредитировать. Страх есть перед русскими людьми, перед россиянами. У них он на генетическом уровне. Потому что они понимают, что если Россия поднимется, мало никому не покажется. Поэтому им нужно изнутри было разложить. Понимаете? Изнутри. Раскладывать. Изнутри разложить. И внешне, рядом. Чтобы страны, рядом которые находились, полностью поменять, стереть, перепрошить сознание. Что в той войне победили американцы, англичане. Что советских солдат вообще не вспоминаете них. Они здесь оккупировали. Это просто абсурд какой-то, что они делают. А по итогу получилось бы то, что им нужно. Получить Россию как колонию для себя. Вот и все. Потому что им платить за газ, за то, за сё, это им не надо. Американцам надо зарабатывать, поставлять самим в Европу. И, собственно говоря, лучше отсюда качать как колонию. Потому что они тогда вместе, когда шли в Великую Отечественную... Там, подпочитайте, сколько шло. Это же не одни немцы были. Там целая гора опять их была, этих европейцев. Они все шли. Это же лакомый кусочек. Понимаете? У них места мало. Жить негде. Здесь огромная Россия. Поэтому сегодня, наблюдая, вот сейчас я у себя в телеграм-канале Будда Гришна Новости, смотрю новости, какие-то добавляю, которые мне интересны, чтобы тоже люди посмотрели. Можно, наверное, и без меня, но я просто вот то, что мне интересно. Но это просто поразительно. Понимаете? Как люди не понимают, что то, что они делают... Во-первых, я уже снимал видео и говорил о том, что вот эти санкции, вот это вот всё, да? Они же по себе суют, ещё раз говорю. Вот там у француза, у итальянца, у испанца, забери магазинчик любимый рядом, там, ушёл бренд. Они взвоют. Они комфорту привыкли, понимаете? У нас русский человек, они по себе суют. Он другой. Ушло что-то, азарт появляется. Азарт. А как? А как мы? И смекалка. Креатив такой, знаете, русского человека. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Как в 90-е годы, в другие годы сложные были. Люди были счастливы. Нет, ничего. Ну, и придумаем там, обменяем масло на то, это на сё, туда-сюда. Они не понимают, что это не проблема для нас вообще никак. Поэтому им кажется, что санкции накладываем мы сейчас прямо там. Но они в штаны наложат просто и всё в итоге. Я вообще не понимаю, для чего надо. Они испытывают, что ли, вот, понимаете, Россию. Они же прекрасно понимают, чем кончил Наполеон, чем кончил Гитл. Они все плохо кончили. Они все плохо кончали. И эти плохо кончат, понимаете. Я просто не понимаю, для чего это делается. Что они хотят добиться. Они же добьются просто в итоге. Что, Россия поднимется целиком. И опять всё кончится тем, чем кончат. Ну, зачем это нужно делать, я не понимаю. Если хотят люди отдать дань памяти. Ну, пусть отдадут дань памяти. В чём проблема? Но, ещё раз говорю. И вот это вот, знаете, когда свора артистов поднялась. Я просто размышляю вот сейчас вместе с вами. Может быть, где-то не в попад. Вы меня уж не судите строго. Но свора артистов поднялась, когда они начали выступать против. Когда там Россия будет ограничена. Этот барсик сидел, говорил. Макс. И, понимаете, они ту же повестку продвигают. Изоляция России. То есть, с их точки зрения, Россия должна была сидеть и смотреть, как приграничную. Ещё раз говорю. Вот просто вдумайтесь на секундочку, что происходит. Вот есть Мексика рядом с Америкой. Вот вдумайтесь. Сопределенные государства рядом с Россией. Вот есть Мексика рядом с Америкой. Вот просто на секундочку представьте, что Россия в Мексике начинает открывать библиотеки. В лаборатории. Разрабатывать какие-то виды вооружений. Поставлять там ракеты. Я не знаю. Танки. Всё подряд. В Мексику. В Мексику. Что будет делать Америка? Да, они говорят, что угроза их национальной безопасности на другом континенте. На другом континенте. В Югославии. В Сирии. В Ираке. В Ливии. Угроза их национальной безопасности. Какая угроза? В другом континенте. Понимаете? И они туда отправляют ударную группировку. И там... И по проблемнике их нет вообще ни у кого. Все молчат. Понимаете? Обосрались. Наложили в штаны все эти маленькие страны. Потому, что они понимают, что завтра, если они что-то не так сделают, что будет? Америка перекроет кислород. Всё. По всем фронтам. А им не надо это. Они привыкли к комфорту. Они привыкли попку уже, понимаете, водичкой мыть, а не бумажкой потирать. Ну, я уж так, извините за такое грубое сравнение. Поэтому вот просто возмущение, конечно, тем, что происходит, что ты понимаешь, что в Мексике это делали, они бы там, я не знаю, я просто не представляю этого. Здесь можно им. И ещё как-то указывать. Как-то... Понимаете? Это же всё под указку одну делается. Они чувствуют опасность, страх. Они боятся. Им надо унивелировать, убрать это. Чтобы страха не было. А как это сделать? Разложить Россию морально. Но у нас тоже пятая колонна. Потому, что Дома-2. Видите, все американские программы, боевики. Программы по первому. По всем каналам. Нахрена это тоже надо было всё это делать все эти годы? Пятая колонна. Тоже засело много где, которая продвигает эту западную повестку. Своя самобытная страна. Тысячелетняя культура. Свои программы. Свои писатели. Свои, значит, там, эти... Юмористы. Своя молодёжь. Свои сценаристы. Свои... Не нужно подражать никому. Фильм военный подражают. Там не военный, мелодрамах. Любой фильм подражают Западу. Зачем вы подражаете? Своё делайте. По-своему. Когда ты подражаешь кому-то, ты в любом случае проиграешь. Не надо никому подражать. Делай, как ты делаешь. Будь самобытным. И всё. Кто-то будет не любить, кто-то любить, кто-то проклинать. Это всегда так будет. Если ты вышел дальше своего входной двери своей. В любом случае. Понимаете, в чём дело? И в итоге весь мир всегда заслушивался нашими композиторами. Зачитывался нашими поэтами. И мы тут вдруг стали подражать кому-то. Кому подражать-то ещё было бы? Поэтому вспомнить за последние 20 лет фильмы, которые снимали. Нормальный фильм есть? Нет. Ну, есть, конечно. Я ничего не говорю. Но это 1, 2, 3 процента из 100. Какие-то эстраду приводили вообще в балаган шоу-пизнес натуральный. Через песни молодёжь разлагая, я считаю так. Это натуральная вот именно вот эта внутренняя работа. А внешняя стирать память у людей. И вот операция привела к тому, что здесь внутри стали задумываться и понимать, что что-то не так вообще происходит-то. И потихоньку очищаться что-то. Просто гниль. Понимаете, ощущение грязи. Вот вспоминаешь то, что было. Грязь, поют. Иду, колонка. Этот инагент, который уехал, поёт этот свой рэп. Мат на мати. Девочкам 12-13 лет. Я иду, я поражаюсь. В песочнице из колонки мат на мати. Какие-то самки в запрещенных сетях вот с этими вот пельменями надутыми на губах. Девочек развратить. Это самое для них главное было. Я имею в виду сознание. Потому что это берегиня семейного чага в любом случае. Всё они уже. Я не берегиня. С чего я должна. Ей надо летать, отдыхать. Красивые картинки. Женское же сознание, девочка. Красивые картинки. Яхты, моря, океаны, самолёты. Бентли, шментли и так далее. Она уже не думает о семье. Она думает только об этом. Как красиво нарядиться, накраситься. Титьки наделали себе. Губы наделали. Как куклы все. Одинаковые абсолютно. Сейчас зайти в эту запрещенную сеть. Запрещен на грамм. Как будто всероссийская выставка. Не всероссийская. Знаете, выставка девиц просто. Как будто вот это просто вообще. Это кошмар просто какой-то абсолютный. Просто кошмар. Понты вот просто друг перед другом. Я съездила туда. Я съездила сюда. Я себе титьки накачала. Я себе губы накачала. Я себе это то сделал. Я себе всё сделал. Ты иди почитай книжку. Книжку прочитай иди какую-нибудь хотя бы. Если книжку, она на иностранном языке читает. Кверх ногами перевернув, правда. Потому, что она же иностранный язык учит. Она занимается. Но она обязательно об этом снимет, что она изучает иностранный язык. Те люди, которые делают на самом деле, они не будут этого делать. Потому, что им это похрену, кто там будет знать. И учит он, не учит. Он для себя это делает. Он самобытен. Понимаете? Вот в чём проблема-то. Начинают лишать и начинали лишать самобытности людей. Как штамповки. Понимаете? Как штамповки. Ставят пять подружек, запрещу ногами, захожу. На одно лицо. Господь, я испугался. Как пять на одно лицо? Не может же быть такого. Так ты не поймёшь даже, кто ты. Вот ты тебя, а кто ты. И все на это лицо одно. Запрещено Грамовское. Вперёд. Делать всё. Зачем? Зачем? Индивидуальность. Как сказал Уинстон Черчилль, королю Георгу Пятому. Значит, я картавил. Но я потом понял, что это моё достоинство. Мы отличаемся тем, что один толстый, другой худой. Одного рука длиннее, другого короче. Так это и достоинство наше. В этом и есть, что мы в единственном экземпляре-то. Понимаете? Вот это же нужно объяснять всё. Это должны, вот эти такие программы должны быть по телевидению сейчас. И сейчас, когда видишь, что кто-то вернулся, и кто-то кому-то там тёплый приём устраивает, ты думаешь, и что, всё будет как раньше? А внешне люди, у людей зов сердца. Они приходят сегодня посмотреть концепции эти через речку. Потому что им в Эстонии не разрешают. Не разрешают ни цветы возложить, ничего не посмотреть. Они приходят через речку посмотреть на экран, поставили праздновать. Но это же конкретно людям стирают мозги просто для того, чтобы естественно и понятно отодвинуть их мышление от России. То же самое случилось и там, восток-запад в сопредельном государстве. И просто решили, сделав вот это всё, восток трамбануть так, чтобы, так сказать, забыли вообще о том, что такое Россия. А они пойдут, всё понятно людям, понимаете? И сегодня они настолько обнажают себя, вот это вот западное вот всё, что делается, настолько они обнажают себя вот этими запретами. Умнее были бы, понимаете? Россия полностью, ну не полностью как, но сильно зависела, да, товаров, но вообще санкции бы не вводили. Так надо же зависеть-то больше. В итоге сейчас вернулась в десятку экономик мира. Ну потому что проблемы будут, экономика в любом случае перестраивается. Ну она же подстегнёт всё равно своё развитие. Ну вынуждены будут жопу поднять и делать, понимаете? Потому что, ну если не будет, надо же сделать. На чём-то надо летать, на чём-то надо ездить. Так вы на руку тогда играете. Я просто не понимаю, у них мозги где? Сегодня, так вы тогда наоборот, дайте людям всё возлагать, разрешайте всё. От себя-то хоть отведите взор, чтобы хоть так, как в народе, как молодёжь говорит, не палиться хоть так, да? Нет, они запрещают здесь, запрещают там. Наоборот же видно, что вы же против всё делаете. Что это не за начавшиеся операторы. Это ваша идеология, вы её и продвигали. Из-за этого был и, собственно говоря, переворот на сопредельном государстве. Именно для того, чтобы сменить вот это всё. Понимаете? Именно поэтому всё происходило. Именно поэтому было связано и с вот этим вот... Закройте дверь. Домашние вернулись домой, поэтому... Значит... Сейчас. Всё, продолжаем. Поэтому и связан с этим был переворот для того, чтобы взять и, собственно говоря, перевернуть ценности с ног на голову. Для этого же всё и делалось. И они это сделали. Просто, друзья, вот вы знаете, просто, ещё раз говорю, смотрю кадры, вот до глубины души возмущения невозможно молчать. Ну, просто невозможно молчать. Поэтому... Наверное, всё вы поняли уже, друзья. Просто вот настолько хочется вот всё это вот по фактам прям вот разложить. Вот то, что смотришь. Ужасно. Просто ужас, что происходит. Просто ужас, что происходит с той стороны. И они ещё в чём-то упрекают. И для них это возможность сейчас зацепиться за это и долбить, долбить, долбить по этой точке. Что это вот вы сделали, вы сделали, вы сделали. Хотя, это они сделали уже очень давно. Очень давно. Поменять праздник 9 мая на День Европы, когда там куча людей... Сегодня смотрю вот сейчас тоже, что в сопределенном государстве, не смотря на запрет на День Европы, люди идут и возлагают цветы к тем памятникам, которые остались в Великой Отечественной. Люди там возлагают цветы, несмотря на то, что у них теперь праздник День Европы, а они 9 мая флаг Евросоюза поднимают. Да ты предатель конченый, извиняюсь за выражение уж. То, что ты делаешь сейчас, ты просто... Это я вот им говорю о том товарище небольшого роста в сопредельном государстве. Да ты просто вообще... То, что ты делаешь, это... За что? За песочек белый, который тебе поставляют из Нидерландов. Ужас, просто ужас. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счет. Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому интересно, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, еще раз поздравляю вас с великим праздником, Днем Победы 9 мая. Успехов, здоровья всем, пока, до встречи.